Спасибо большое. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие участники данного семинара. Разрешите представить мою презентацию, я так считаю. Сегодня наши коллеги предостаточно рассказали о кибер-угрозах, о кибер-атаках и в целом по этой теме. Давайте я вам расскажу на сегодняшний день, что делается со стороны кибер-парка в области кибер-безопасности и кибер-угрозы. Вначале разрешите предоставить краткую информацию о нашем кибер-парке. В данном слайде вы видите вообще, что такое кибер-парк. Кибер-парк – это инновационный IT-кластер в Узбекистане. Наш парк основан на постановлении президента 47.51. Основной целью кибер-парка является развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских деятельностей, разработка и производство автоматизированных интеллектуальных систем, разработка и внедрение новейших технических средств и программ на обеспечение, оказание содействия реализации инновационных стартап-проектов. На сегодняшний момент в нашем кибер-парке имеется более 100 количества резидентов, которые предоставляют разные услуги в сфере кибер-безопасности, информационной безопасности, IT-решения. И мы по-всячески стараемся помогать и поддерживать наших резидентов в их деятельности. Что вообще дает резидентство в кибер-парке? Первое – это все резиденты освобождаются от всех государственных налогов, в том числе вместо 12% подоходного налога они платят 7,5%, вместо 5% корпоративного налога платят 0% и социальный налог в том числе 0% они платят. У нас могут быть на резиденции участие резиденты Узбекистана и нерезиденты Узбекистана, могут без проблем подавать заявление и быть нашими резидентами в соответствии с нормативным документом на сегодняшний момент, который существует. И на сегодняшний момент какие резиденты IT-компании существуют у нас – это консалтинг в сфере IT-оказания услуг, предоставление посредством программного обеспечения – это 21% составляет IT-компании, разработка программных обеспечений составляет более 30%, подготовка кадров в сфере IT и услуга по размещению и обработке данных и производство компьютерной техники и научного исследования – это ближе к 6%. На сегодняшний момент я хотел бы более детально рассказать, как мы боремся с киберпреступностью, кибератаками, кибербезопасностью на сегодняшний момент. Наши резиденты разрабатывают, например, если простыми словами объяснить, наши резиденты разрабатывают, IT-компании разрабатывают какие-то программные обеспечения или информационные системы, или информационные ресурсы. У нас в киберпарке имеется лаборатория исследования, которые на начальном уровне разработки информационной системы наши специалисты проверяют их открытые исходные коды. Что это предоставляет собой? Например, программист написал программный продукт. Перед тем, как запустить его в эксплуатацию или в мир, мы предварительно на бесплатной основе предоставляем такую услугу, на бесплатной основе наши специалисты проверяют его исходный код на разные проблемные участки или на неправильные расписанные коды, программные коды. Это, в свою очередь, дает производителю IT-компании преждевременно устранить проблему данного программного продукта или информационной системы. На сегодняшний момент вы можете увидеть дашборд наших информационных систем. Это лицензионная информационная система, это Solar App Screener и Microfox. Это два лицензионных продукта, которые на сегодняшний момент на рынке, я не знаю, стоят несколько десятков тысяч долларов. И для IT-компании, которая начинает свой путь в этой сфере, наверное, будет очень трудно закупить такие продукты. И мы, как киберпарк, предоставляем им возможность на бесплатной основе протестировать их продукты на различные, скажем, уязвимости. Здесь мы можем увидеть, например, четыре уровня уязвимости. Это первые критические, второй средний, третий низкий и четвертый для информации. Наши специалисты, которые работают в исследовательской лаборатории, они тщательно изучают каждый код на ошибки, на пропущенные какие-то, например, или специально написанные кода. Вот, например, были такие случаи, что вот директор сам не знал, не зная, что у него в продукте есть какие-то изъяны, программист написал код, который оставил там дырки, чтобы завтра, послезавтра используют эту информационную систему для своих неблагих целей. После изучения, после мониторинга предоставляем отчет о проделанных работах данной или иной компании, IT-компании, и они после устранения, мы опять повторяем кругу, проверяем, устранили ли они эти продукты. После этой информационной системы уже выходит мир, они уже дают добро на эксплуатацию и запуск данного программного продукта. Еще хотел бы отметить, мы на данный момент разрабатываем проект, скоро он тоже запустится. СОК, это на сегодняшний момент в Узбекистане не имеется такой альтернативы, наверное, многие слышали, это Security Operation System. Это большой проект, который 247 будет работать, информационная система, у нас будет свой центр обработки данных, где подключенные к нам информационные системы, наши специалисты будут на постоянной основе, на режиме 247, будут проверять лог-файлы и предотвращать какие-то угрозы или кибератаки, предварительно мониторяя их системой, их программные обеспечения. Это на сегодняшний момент является пилотной версией в Узбекистане, на сегодняшний момент не имеется альтернативной такой системы, мы хотим вот первым запустить в этой сфере, и плюс в дальнейшем наш парк планирует получить стандарт ISO 21007 для предоставления, аккредитации IT-компаниям и другим сфере IT, которая работает в сфере информационной безопасности и кибербезопасности. В принципе, вкратце такое. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.